Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Сегодня я хотел бы поговорить еще об одном условии крещения. Что ожидает от нас Бог? Евангелие Атеана, 7 глава, 37-38 стихи. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Итак, еще одно условие, которое предъявляет Бог тем, кто желает получить Духа Святого, это жажда. Мы должны захотеть. Вы знаете, я подразделяю желания на несколько таких стадий или этапов, если так можно выразить. Первое – это я хочу. Нет, я даже бы так сказал. Первое – мне хотелось бы. Потом я хочу. Потом начинается жажда и вожделение. Вот жажда – это уже такой, знаете, крайний спектр желания. Если вы когда-то попадали в пустыню или же вы занимались спортом и у вас не было с собой воды, вы прекрасно понимаете, что такое на самом деле жажда. Есть такая история. Один султан в Эмиратах поехал на своем скакуне в пустыню погонять его. Но поскольку он был неопытный, его скакун погиб, ему пришлось выбираться из пустыни. По дороге его встретили бедуины и предложили ему подвезти его домой, надеясь получить от него вознаграждение. Их ожидания с лихвой окупились. Дело в том, что этот султан предложил за чашу воды целый табун лошадей. Вы можете себе представить? Табун лошадей в несколько сотен голов и чаша просто простой воды. Ценность того, что ты желаешь, возрастает по мере того, насколько ты этого желаешь. Посмотрите сегодня на этот мир. Молодые люди готовы отдавать несметные деньги ради каких-то гаджетов. Когда мы с вами чего-то действительно очень сильно хотим, мы готовы отдать за это все. Когда я говорю о том, что мы должны жаждать Духа Святого и жаждать всем сердцем, я имею в виду, что мы готовы должны быть изо всех сил стремиться к этому. И ради того, чтобы Дух Святой пришел в нашу жизнь, должны быть готовыми отдать абсолютно все. Богу на самом деле от нас ничего не нужно. Ему нужны мы, ему нужна наша жизнь. Но пожертвовать собственной жизнью ради того, чтобы быть в общении с Ним, мы можем только в том случае, если мы будем по-настоящему жаждать. Итак, жажда – это одно из условий того, чтобы Бог излил Духа Святого в нашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова